Ну вообще всё уже почти сказано, и поэтому мы быстренько начнём. Вот я хотела бы сказать вот так, смотрите. В Германии на сегодняшний день уже две трети больных старше 65 лет. И 18% больных старше 60 лет имеют 6 и более сопутствующих заболеваний. Мы шкалы пожилого возраста пропустим. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы это всё уже сегодня многократно прослушали. И вот получается, что когда мы получаем пожилого пациента, то мы их обычно не долечиваем. Почему? Потому что, во-первых, мы вообще многие считаем, что вообще пожилых больных лечить не нужно. Мы боимся осложнений. И кроме этого, у нас есть ещё ошибочная уверенность в том, что у пожилых людей рак течёт медленнее. И проблемы, поддерживающие сопутствующего лечения, те же самые, что и для химиотерапии. Итак, полипрагмазия. В среднем пациент старше 65 лет получает 4,3 разных лекарственных препаратов. И исследования, которые провели онкологи, они посмотрели именно больных, которые получали химиопрепараты. И 78% из них получали ещё что-то. И 39% больных получали одновременно 5 препаратов. То есть химиотерапия, 5 препаратов, и тут ещё мы со своим сопровождением. Второй момент. Лекарственные взаимодействия. Мы все понимаем, что у нас нет времени взять книжку и посмотреть, каким образом лекарства, которые мы назначаем, взаимодействуют с теми, что пациент получает уже на сегодняшний день. Но лекарственное взаимодействие у пациентов старше 65 лет, вероятность с более молодыми пациентами – 3 к 10. Комплоентность. Мы должны чётко понимать, что пациенты старше 65 лет принимают лекарства иначе, чем мы им прописали. И на приём влияет, извините, деменция, нарушение зрения. Наши пациенты теряют таблетки. Нарушение мелкой моторики. Наши пациенты не взяли все свои таблетки, да, и не приняли их, забыли. Проживание в одиночестве выделяет сейчас Европейское общество онкологов как важнейший фактор, который нарушает комплоентность. И говорит о том, что если мы хотим этих пациентов лечить, мы должны не назначать им ещё 10 таблеток, а должны прежде всего рассчитывать на короткие парентеральные курсы. Это более оптимально. Мы помним, что меняется физиология. Препараты из желудка всасываются хуже. Снижение моторики кишечника. Снижение печёночного кровотока. Поэтому изменение функции печени. Соответственно, снижение функции почек. И вот когда мы берём наши простые клинические рекомендации о профилактике фибрильной нитропении, то у нас стоит в первом пункте, что все больные старше 65 лет должны получать первичную профилактику фибрильной нитропении. То есть ту профилактику, которая начинается с первого цикла лечения. И МАСК, это общество, поддерживающее терапии, создало вот такую шкалу, которая показывает, что если мы ответим на эти вопросы и посчитаем баллы, то можно посмотреть, какие пациенты у нас кандидаты на стационарное лечение и парентеральную терапию, и какие на амбулаторную и пероральную терапию именно по риску развития фибрильной нитропении. И важнейшие факторы риска фибрильной нитропении – это возраст, низкий уровень альбумида, исходно низкий уровень нитрофилов и нарушение функции печени. Обращаю внимание на это, поскольку недооценка функции печени у пожилых больных очень часто является дополнительным фактором. Огромное европейское исследование, опубликованное в целом отдельном журнале, гериатрическая онкология. То есть для нас это вроде бы новая проблема, а в Европе это старая проблема. Полторы тысячи пациентов больных различными злокачественными новообразованиями в возрасте старше 65 лет и младше 65 лет профилактика простым филгорастивом фибрильной нейтропении. Напоминаю, это ежедневные подкожные инъекции, на которые пациент должен ежедневно являться для того, чтобы уровень нейтрофилов перешел на ДИР и стал больше, чем полтора. Помните, да? Итак, посмотрите. Подгруппа больных младше 65 лет. Здесь ничего особенного. Главное, что здесь, вот если посмотреть, вот это означает буква С, что это коррект, правильное. Если это буква У, это значит больной недолечен. Если, соответственно, О, то это перелечен. И здесь все достаточно хорошо. Это укладывается в стандартную рекомендацию по профилактике. Если мы посмотрим, что сделала Европа, европейское исследование у пожилых больных, то оказалось, что при высоком риске фибрильной нейтропении более 20% и при риске фибрильной нейтропении от 10 до 20% больные недополучили колонии стимулирующих факторов. Причем как по причине из-за врачей, так и из-за неявки пациентов на поддерживающее лечение. И если мы посмотрим, то вот здесь статистически достоверная разница. Посмотрите, пожилые больные, они были профилактированы от фибрильной нейтропении хуже, чем более молодые пациенты. И был сделан вывод о том, что для этих больных лучше предпочтительно использовать пигелированные формы колонии стимулирующих факторов, поскольку в этом случае это однократное введение, и больной защищен от фибрильной нейтропении. Следующая проблема – тошнота и рвота. Смотрите, с одной стороны больные старше 65 лет реже испытывают тошноту и рвоту. Мужчины реже испытывают, те, кто принимает алкоголь, реже испытывают. То есть пожилой алкоголик, он будет очень хорошо переносить химиотерапию. А вот женщины будут переносить химиотерапию хуже, при этом тревожное состояние увеличивает риск тошноты, а это характерно для пожилых пациентов. Хронические запоры, электролитный дисбаланс увеличивают риск тошноты. Поэтому мы должны понимать, но наша главная задача, чтобы наша профилактика тошноты не стала тем фактором, который ухудшит состояние пациентов. И мы должны понимать, что в том случае, если у больного имеется артериальная гипертензия, а она у 40% пожилых пациентов, то назначение кортикостероидов… Прошу прощения, сейчас мы вернемся, 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 вернемся. Вот так пошло. То назначение кортикостероидов у этих больных может серьезно повлиять на артериальную гипертензию. Мы должны помнить, что ондоситрон удлиняет интервал КУТ и может вызвать тяжелую аритмию. Кортикостероиды при сахарном диабете увеличивают риск гипергликемии. А метоклопромид у него есть два интересных действия. С одной стороны, он может увеличивать риск судорожного припадка, если у больного есть эпилепсия в анамнезе. Но, между прочим, он еще усиливает запоры у больных, если таковая склонность уже есть у пациента. И мы должны помнить, что в таком пожилом возрасте это может быть серьезным осложнением. То есть у нас будет не осложнение химиотерапии, а осложнение сопроводительной терапии. И поэтому мы должны помнить, что ондоситрон, когда мы назначаем его с целью профилактики тошноты и рвоты, то доза в возрасте от 65 до 74 лет максимальная может быть 16 мг. И две дополнительные дозы по 8 мг не ранее, чем через 4 часа от первой дозы мы можем ввести. Это связано именно с состоянием проводящей системы сердца. В том случае, если пациент старше 65 лет, то доза ондоситрона не имеет права быть больше 8 мг. Именно по состоянию сердца. Полоноситрон. Большое исследование Мати Апра провел. Он выбрал больных из двух больших исследований. Выбрал больных старше 65 лет. И показал полоноситрон два преимущества. Лучшую естественную эффективность при умеренной метагенной химиотерапии. Но тем не менее, самое главное оказалось его преимущество именно для пожилых больных. Меньшее влияние на удлинение интервала КУТЭ. Еще мы должны помнить, что огромное количество наших больных принимает низкомолекулярные гепарины. Они даже не говорят нам, что они их принимают. Они их просто принимают многие годы, как само собой разумеющиеся. Поэтому мы должны четко понимать, что низкомолекулярные гепарины, да, они, собственно говоря, нужны для наших больных. Мы не должны их бояться. Мы не должны бояться, что это увеличит какие-то у них осложнения. Но мы должны об этом знать, потому что это дополнительная нагрузка на печень. Частота гепатотоксичности по разным данным варьируется от 14 почти до 100%. И при этом главный фактор риска развития гепатотоксичности – это возраст более 65 лет. Кроме этого, это прием аспирина, метастазы в печень, короткие интервалы между курсами химиотерапии, индекс массы тела или маленький, или большой, изначальный высокий уровень ГГТ и хронические гепатиты. Виды повреждений печени, они остаются неизменными. Я думаю, аудитория их хорошо знает. Но мы должны знать, что на фоне печеночной недостаточности, которая развивается на фоне химиотерапии, пожилые больные чаще, чем более молодые, они впадают, получают печеночную энцефалопатию. Это очень серьезная проблема, поскольку поврежденная печень не дает обезвредить аммиак. Аммиак накапливается и проходит через гематоэнцефалический барьер, повреждает астроциты. И поэтому для больных пожилого возраста характерна ранняя печеночная энцефалопатия. Это особенность течения. И мы должны знать, что на сегодняшний день в рекомендации Русска внесен препарат, который позволяет снизить повышенную концентрацию аммиака в организме, в частности при заболеваниях печени. И он может использоваться также при печеночной энцефалопатии, в том числе при потере сознания у больных и в составе нутритивной поддержки. То есть это препарат, который позволит части пожилых больных выйти из состояния обратимой печеночной энцефалопатии. И если посмотреть те препараты, которые мы реально на сегодняшний день назначаем больных, то для пожилых больных мы должны четко понимать, что у нас есть два препарата с доказанной активностью при печеночной токсичности. И, соответственно, массовое назначение препаратов типа эссенциали, которые не влияют на азотистый обмен, скорее всего, не повлияет на функции печени у пожилых больных. И нам нужно назначать орнитин и адаметионин, чтобы получить те эффекты и снизить печеночную токсичность у пожилых больных. Дефицит, значит, практические рекомендации, я понимаю, что сегодня все уже выслушали нутритивную поддержку, это важнейшая составная часть. Я призываю всех пользоваться рекомендациями русско-понутритивной поддержки, поскольку нарастающий дефицит веса у пожилых больных, потеря мышечной массы – это именно тот фактор, который очень часто не дает нам получить эффект от химиотерапии. У больного просто не хватает сил на это. И мы должны понимать, что нарушения питания, запоры, поносы, кстати, больные, очень многие, особенно пожилые, гораздо хуже переносят, например, последствия подготовки к исследованиям. Сутки не есть, при этом несколько клизм или прием специфических препаратов для очистки кишечника. После таких процедур пациент потерял 3 килограмма веса. Взрослый, обычный пациент, 50 лет, потеряет, дай бог, килограмм. Пожилой пациент потеряет 3 килограмма, иногда 4 килограмма. И крайне тяжело это переходит. После этого потеря массы тела, мышечной массы, потеря мышечной массы за счет прогрессирования опухоли. И мы должны четко понимать, что очень многие наши пациенты склонны не доедать. Особенно русский пациент, понимаете, он хочет получить запрет на питание, не рекомендации, что можно есть, а чего нельзя есть. Давайте мы не будем есть мясо сладкого, молочного, давайте вообще одним салатом или еще одной гречкой будем питаться. Это хотят наши пациенты. И наша задача в работе с пожилыми больными – потратить на это время и заставить их, убедить их в необходимости нутритивной поддержки. Ну вот новый опыт, который вошел в наши рекомендации, это достаточно интересная комбинация витаминов и аминокислот, анкоксин. Опыт очень интересный, в том числе он хорошо работает при нутритивной недостаточности и одновременно снижает риск инфекции, улучшает аппетит. Это хороший, очень сбалансированный источник витаминов, минералов, аминокислот. Чем хорошо для больного? Прием два раза в день в жидкой форме. Это не таблетки, которые можно терять, это мерная удобная бутылка. И мы должны понимать, что посмотрите, в состав препаратов входит цинк, а 35% пожилых людей испытывает недостаток в цинке. И очень интересный момент – это длительная терапия опиоидами. Наши больные сидят месяцами на тромодоле на фоне химиотерапии, соответственно, они все сопровождаются дефицитом цинка. И еще один короткий слайд. Это, посмотрите, пациентке было исследование, профилактика применения глицерилизина, который входит в онкоксин, снижает частоту терапии из-за динфункции печени. То есть это будет дополнительная аминокислотная поддержка печени, что, наверное, одной из самых важных составляющих поддерживающей терапии у онкопациентов. И заключение. Сопроводительная терапия у пожилых пациентов требует от врача большое внимание к соотношению возможных нежелательных явлений и хронической патологии. Препараты надо назначать с учетом взаимодействия и их побочных эффектов. И мы должны проявлять, к сожалению, как бы нам не хотелось тратить на это времени, меньше, прежде всего, к нутритивному статусу у пациентов и функции печени. И в заключение этого года школа по поддерживающей терапии европейской, на которой мы все стоим с матью Апра, нашим общим учителем, который сказал, когда мы выбираем пациента и считаем, что он слишком стар для химиотерапии, мы спрашиваем себя, он старше 65 или старше 70, или просто старше меня. А большинство российских онкологов, например, могут спросить себя, а намного ли старше пациент моих родителей? И оказывается, что мы возраст своих родителей в 70 лет воспринимаем так вполне дееспособно. Они копаются в огороде, ездят на велосипеде, а о наших пациентах мы считаем слишком старыми для лечения. И поэтому в этот момент надо спросить, пациент не старше ли меня, не старше ли моих родителей? Давайте попробуем ему помочь. Спасибо. Спасибо огромное, Ирина Альбертовна. На этой позитивной ноте, кто хочет задать вопросы, пожалуйста, у нас 10 минут на обсуждение по графику. Спасибо большое, великолепный доклад. На самом деле энцефалопатия, к сожалению, страдают не только пожилые пациенты при поведении нашей химиотерапии. Я хотела спросить, знаете ли вы какие-нибудь препараты для профилактики энцефалопатии у любых пациентов? Это, конечно, большая беда, несомненно. Но, знаете, за последние, наверное, три года я поняла, что мы должны реально контактировать с братскими специальностями. Наша специальность стала так широка, а побочные эффекты так разнообразны, что хотим мы того или не хотим, мы должны привлекать других специалистов. У нас чем отличаются минимальные клинические рекомендации русско? Там есть то, что реально может сделать онколог. Но если вы чувствуете, что вы не справляетесь, то в соседней больнице есть невролог, для которого это обычная рутинная работа. Вот больше всего меня поражает, что когда мы к ним обращаемся, то то, что нам кажется сложным, необыкновенным, то, что мы там почитали по ночам, а для них это рутинная деятельность, они почти не глядя, мгновенно расписывают нам лечение, и это лечение эффективное. Потом второй пример. Вот в этом году я очень активно участвовала в группе подготовки рекомендации по поддерживающей терапии по дерматотоксичности. Вы знаете, взаимодействие с дерматологами – это тоже отдельный интересный вопрос. Они вообще иначе видят этот мир. И поэтому, да, ну, по-другому, они по-другому видят, да. И то, что нам кажется, нам, лёгким и простым, им кажется сложным, и наоборот. Поэтому мне кажется, что бесполезно писать подробные рекомендации, а надо просто брать помощь друга и посылать больного на стороннюю консультацию. Но не просто на стороннюю консультацию, а на консультацию к тому человеку, которому вы до этого можете позвонить и в двух словах сказать. Потому что когда я звоню неврологу и говорю, что пациент у меня получил нейротоксический препарат, у него периферическая нейропатия, например, и он не может застёгивать пуговицы, и давайте мы чем-нибудь его дополнительно полечим, потому что нейромультивит он уже пьёт, и он никакого действия не оказывает, то предупреждённая такая консультация, она более эффективна, чем просто отосланный больной. И, наверное, нашим коллегам, вот неврологам, им нужно говорить проблему посиндромно. То есть они не могут представить, что делает цисплатин, например, с нашими больными, но если мы ему скажем, что вот препарат вызывает такое действие, возможно, мы получим лучшую консультацию. То же самое с энцефалопатией. Мне кажется, Мария Михайловна, как Вы считаете? Говорят, уже всегда за помощь другу, потому что всё знать нельзя. Наша онкология вообще с пяток до макушки мы лечим. И, конечно, для меня, например, я, честно говорю, первый раз дали доклад по пожилым, я для себя пока готовилась, просто кайф поймала, много нового узнала. Вот, поэтому, конечно, надо вместе решать все проблемы. И те же самые кардиологи, когда спорила на предыдущей сессии, почему так, может быть, среагировала перед Вами, потому что не только антрациклин вызывает у наших больных сердечную недостаточность, и анемия, и всё остальное. У нас же пациенты, мы учили нас видеть не хвостик и носик слона, да, а смотреть его целиком. Поэтому, конечно, надо сотрудничать. Наверное, потому что вот доклад Вадима Вадимовича про анемию, и таких, например, анемий, как у больных раком предстательной железы, я ни в одной патологии больше не встречаю. Она какая-то иная, удивительно резистентная. И на мой взгляд, вот, да, Михалыч, я согласна, мне начинает казаться периодически, что больной раком предстательной железы умирает от анемии, потому что больше никаких проявлений болезни, кроме костных патастазов и анемии, например, нет, а пациенту уходит. Ну, вы знаете, я все время не устаю говорить одну и ту же фразу другим врачам. Я все время говорю, что онкологический пациент имеет право болеть всеми остальными болезнями. И это всегда вызывает у врачей другой специальности, ну, легкое удивление, потому что мы привыкли, они привыкли все списывать на этот диагноз. Пациенты говорят по-другому. Когда приходишь жаловаться и пытаешься что-то выяснить с той же фразой, то говорят, ну, а что вы хотите, у вас же онкология. Вот, фраза классическая. Классическая. Ну, вот у меня на сегодняшний день есть пациент на 86-ти, лет, фолфери с авастином, вот, и у Михаила Валерьевича, вот, в зале сидит пациент 82-х лет, неволумап, 85-ти, да, 32-го года. Ну, честно говоря, очень страшно. Но оперировать легче, понимаете? Оперировать, собрали все силы и что-то разовое сделали. Вот, и в реанимацию положили. А химиотерапия? Он же через три недели опять должен это все пережить? Уважаемые коллеги, Мария Михайловна, скажите нам прощальное слово, потому что иначе мы сейчас перейдем в кулуарные. Видите, что мы все не бессмертны.